Под пристальным вниманием Госавтоинспекции – молодые водители, те, у кого стаж вождения меньше двух лет. Отличить их в бесконечном потоке машин можно по наклейке «Молодой водитель» – желтому квадрату с восклицательным знаком. Штраф за отсутствие такой наклейки – 500 рублей. По данным Госавтоинспекции, в Самаре в текущем году произошло 15 ДТП с участием молодых водителей. Два человека погибло, 25 получили ранения. В целях предупреждения ДТП сотрудники ГИБДД и Госавтоинспекции провели профилактический рейд. Молодым водителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима. Пересматривать правила, вспомнить их, изучать, повторять новые, но, естественно, не нарушать, соблюдать скоростной режим. Самое главное – это безопасность наша, детей и пожилых людей, ну и самих водителей, поэтому это очень важно. Напомнили сотрудники ГИБДД и о причинах возникновения транспортных происшествий, агрессивный стиль вождения и взаимное неуважение участников дорожного движения. Госавтоинспекция регулярно проводит профилактические рейды по выявлению нарушений среди молодых водителей. Такая работа направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Она проходит в рамках муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2021-2025 годы. Тем, кто соблюдает все правила ПДД, вручили памятные сувениры от Госавтоинспекции. Хотелось бы обратиться к автолюбителям и профессиональным водителям нашего региона. Будьте внимательны, вежливы на дорогах, не поддерживайте и не провоцируйте конфликты, соблюдайте правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что для водителей со стажем меньше двух лет действуют определенные ограничения. Запрещено буксировать транспортные средства, перевозить пассажиров на мотоциклах, мопедах, мотороллерах. Запрещено управлять транспортом, который перевозит крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова